Та-дам! Сегодня мы с Марго решили провести этот эфир вместе. Называется наш эфир Я хочу другого. И мы не про мужчин. Мы говорим про другое. Когда я живу и понимаю, что хочу другого. Не такую жизнь, не то, что у меня есть, а чего-то другого. Но поскольку мы девочки из Марго такие, знаете ли, скандальненькие, провокационные, то и название выбрали такое. Так что сегодня будет интересно. Да, Марго? Марго сегодня обещает подскуливать, устраивать, задавать нам темп. Так что располагайтесь поудобнее. Я вас очень прошу полайкать. Возможно, поделиться в своем аккаунте. Есть такая там кнопочка «Поделиться, пригласить своих друзей на эфир», дабы нас было больше, нам было веселее. И, собственно, мы сегодня с вами классно поработали, потому что результатом нашего сегодняшнего эфира должно стать понимание того, каким образом мы с вами можем из нашей точки А перейти в точку Б. будет динамично, ярко, поэтому, пожалуйста, просто приготовьтесь и сделайте так, чтобы вы сегодня получили для себя максимум пользы. Если меня нормально видно, слышно, пожалуйста, напишите мне там какие-то плюсики, чтобы я знала, что все окей. Очень вовремя Марго решила тут поиграть. Ну и давайте, собственно, и начнем. Итак, давайте с вами начнем с простого момента. Вообще, что значит другого, да, каким образом мы с вами переходим в другое. Вот, я поняла, что я забыла фломастер. Секунду. Фокус-фокус, тру-ля-ля, фломастер на месте. Итак, у нас с вами, сейчас я поверну к доске, есть волшебная доска, на которой мы будем рисовать. Итак, у нас с вами есть некая точка А, в которой мы живем, да. И у нас с вами есть некая точка Б, которую мы называем другое. Вот часто бывает такое, когда сидишь с подружкой, значит, там и такая рассказываешь, что-то там про работу, про жизнь, там, не знаю, отношения. И такая, ну, ты знаешь, вот хочется другого, вот другого, вот как-то не так я себе свою жизнь представляла, хочется как-то иначе. И, соответственно, возникает вопрос, ну, а как вообще иначе, как вообще иначе бывает? Вот, вы знаете, когда-то наша точка А, то, что у нас есть сегодня, тоже была другим, потому что мы с вами все время постоянно меняемся. И давайте с вами рассмотрим, каким образом можно вообще приходить к какой-то точке Б или как мы пришли сюда, к точке А, которая когда-то была точкой Б. У нас вообще есть два всегда пути, вот их два есть. Первый путь у нас есть, когда мы намечаем с вами какую-то цель, да, то есть мы с вами идем по принципу цельности, то есть когда цельности, цель и полагания, да. Когда мы говорим, например, я хочу в другую квартиру, в какую квартиру я хочу? Я хочу жить там в другом городе, в другом районе, в более классной квартире. И мы ставим себе такую цель, переехать в какую-то более там другую квартиру. Или, например, я хочу каких-то других отношений. Мы прерываем имеющиеся отношения, начинаем понимать, какие отношения мы хотим, и мы, в общем-то, к этому приходим. Но есть вторая история, да, которая у нас в жизни происходит. Это, в принципе, то, как живет больше, мы живем, наверное, с вами большую часть времени. Это когда мы приходим к нашей точке Б, да, к какой-то бесцельно. Мы просто живем. То, что люди называют обычной, обычной жизнью. И выглядит это, знаете, как по принципу, я это называю, сейчас я вам покажу. Я это называю принцип сковородки. Это когда со мной что-то случается. Произошла какая-то ситуация, например, меня уволили. Я раз, окей, ладно, меня уволили, гали мои все, там, буду искать новую работу, или буду, там, не знаю, на шефа своего ныть. Меня бросили. Ну, я с тобой отбила ситуацию. Ну, бросили и бросили. Ну, и ладно, найду себе другого, или буду пытаться вернуть этого, буду ныть, какая несчастная. Какие мужики все козлы. Опять какая-то ситуация произошла. Пришли мне и сказали, что это там, не знаю, зарплату тебе понижаем. Я опять эту ситуацию, бэм, отбила. То есть мы свою жизнь, мы вот это вот занимаемся отбиванием. С нами что-то происходит, и мы как бы реагируем на то, что с нами происходит. И человек сидит такой вечерком, значит, с подружкой своей и говорит, типа, значит, что-то на меня все сыпется, мне на голову одни проблемы, не знаю, как их решать, значит. И вот ты находишься в этом состоянии, вот такого отбивальщика каких-то ситуаций. И тебе кажется, что жизнь с тобой как-то случается, ты не везучий, например, или там у тебя есть какой-то еще ряд проблем. И ты их периодически так ленивенько, эх, что-то произошло. Бум, отбил, бум, отбил, бум, оттуда, снизу, отбил. Так живет огромное количество людей. Итак, ну давайте вернемся, да, мы с вами говорим о том, что у нас есть два вот этих принципа. Давайте теперь посмотрим, если вернуться в точку А, то, что у вас есть сегодня, рассмотрите свою жизненную ситуацию сегодня, которая у вас есть. Потому что, ну, раз уж мы говорим о том, как прийти к вот этой точке, мы же как-то пришли к этой, да, мы как-то пришли к этой. Давайте разберемся. В этой точке у нас с вами сегодня наша жизнь, она как-то выглядит, да, давайте вот тут, наша жизнь. Что есть в нашей жизни? В нашей жизни, как правило, есть два направления. То, что мне нравится, чем я горжусь, например, у меня классная работа, там, классные отношения, я здорово выгляжу, например. И у нас с вами есть вторая часть, то, что мне не нравится, да, например, я ною, там, я мало зарабатываю, у меня, там, не те друзья, я, там, не могу куда-то поехать путешествовать. То есть у нас есть два направления, то, что нравится и не нравится. А теперь давайте проведем такой интересный следственный эксперимент. Только я вас очень прошу, чтобы вы мне об этом тоже написали и подтвердили, у кого так, окей? Следственный эксперимент заключается в следующем. Если мы с вами проведем анализ, вот то, что нам нравится в нашей жизни, это произошло само по себе или это произошло, потому что мы ставили такую цель? Вы сама по себе просто каким-то образом, не знаю, там, построили классные отношения или вы над этим работали? У вас была цель найти себе классные отношения, вы знали, какие отношения вы хотите и так далее. Вот, и, например, то, что в вашей жизни не нравится. У вас была цель получить то, что вам не нравится? Напишите, пожалуйста, свои ответы. Еще раз. Мы в своей жизни сейчас, каждый период времени имеем, можем разделить то, что нам нравится, и то, чем мы гордимся, и то, что бы мы хотели поменять. Так вот, то, что нам нравится, как правило, из моего личного опыта, нравится мне потому, что я над этим работала. У меня была цель, например, хорошо выглядеть, там, иметь распорядок дня, построить классные отношения, это была моя цель. Я на этом фокусировалась, поэтому у меня это получилось. А то, что в жизни не нравилось, я работала с этим, опять-таки, по принципу сковородки, то есть я на это не обращала внимания. Ну, как-то оно шло, я там как-то на это отбивалась, и в результате я смотрю на свою жизнь и думаю, блин, ну, вот тут у меня классно все, а вот здесь я хочу другого, например. Ну, устала я над этими отношениями, или там устала я с этой работой, или устала я с этим бизнесом. Вы понимаете, о чем я говорю? Ребята, дайте, пожалуйста, мне знаки. Я понимаю, что проблемы с интернетом, кто-то отваливается, но мне очень важно понимать, что мы с вами на одной волне. Давайте, жду от вас значков. Значит, в чем секрет? Если вы помните, то я человек, который занимается изучением взаимосвязи наших мыслей с нашей реальностью. Так вот, есть такой интересный момент. Вселенной абсолютно все равно. Да, спасибо, что ставите звонки. Ставите вы цели или не ставите? Нашей Вселенной все равно. Вот вы тут, вот вам нравится что-то в вашей жизни, не нравится, ей вообще все равно, что вам дать. Она дает нам то, что мы у нее заказываем. То есть, вот быть красивыми или некрасивыми, иметь классные отношения или не классные, быть успешными в бизнесе или нет, она дает нам то, что мы заказываем. Ну и тут, конечно, вот это, знаете, возникает вот эта история, которую я называю такой тупой мозг. Извините, есть такие люди, подписчики иногда на ютубчике пишут такие комментарии. Ну, не поняла я, ну просила, просила, не дали. Что? Такое ощущение, что человек, знаете, как делает, сейчас покажу вам. Значит, он берет такой листик, листик, пишет, значит, желание. Такое, насмотрелся, желание, пишу. Сто тысяч хочу, сто тысяч долларов. Сто тысяч, написал, написал. Сейчас, вложу в конвертик, вложил, пишу, вселенный, сто тысяч, вселенный, письмо, вселенный. Написал, сделал самолетик, самолетик сделал. Самолетики не делал сто лет, но, как говорится, не пропьешь. Россия ракеты пуляет, не самолеты, хуяк, у нас все окей. И, значит, запустил в небо и пошел дальше. Ничего, ну, все, ну, сто тысяч жду. Прошло три дня, нет, сто тысяч. Месяц прошел, нет, сто тысяч. Херня, все это не работает. Вы меня извините, но вот эти примитивные мозги по-прежнему размножаются. И, действительно, люди по-прежнему уверены, что достаточно написать какую-то хрень на бумажке, отправить запрос во вселенную и идти дальше ковыряться, не знаю, в огороде, в носу. То есть, люди и правда думают, что это так работает. Но нет, ребята, это так не работает, потому что законы вселенной устроены совершенно иначе. Давайте к ним вернемся. Так, возьмем сломастер. В чем фишка? Значит, смотрите, вселенная принимает заказы через что? Как мы вообще общаемся с вот этой вот энергетической вселенной? Мы общаемся с ней посредством мыслей. Мысль. Что такое мысль? Мысль – это то, что у нас вечно крутится в голове. Вы мне сейчас скажете, Оль, ну, у меня в голове полный бардак. И я вам отвечу, да, и в жизни у вас поэтому тоже полный бардак. Потому что, когда у вас, например, есть цель убрать в своем шкафу, вы в нем убираете. Если вы цель не поставили убрать в шкафу, у вас в шкафу будет бардак. Если у вас есть цель причесать волосы и сделать макияж, вы его сделаете. Если такой цели нету, то нету. То у вас просто будет что-то происходить. Вот в нашей голове живет бесконечное количество мыслей, и мы постоянно что-то говорим, что-то хочу, не хочу. Мы проговорили какие-то фразы, какие-то фразы там. Хочу много денег, хочу отношения, не хочу отношения. Мужчурки-козлы, нет, мужики классные. И считаем, что раз мы как-то там в голове у нас промелькнула какая-то мысль, то Вселенная ее поняла. Нет. Вселенная понимает мысли, которые мы с вами регулярно повторяем и транслируем в своей голове. Если говорить о работе над такими мыслями, то это называется аффирмация. Если говорить о том, что в нас находится, это называется убеждение. Если вы хотите в этой теме глубже разобраться, у меня на YouTube-канале есть специальное видео, где я рассказываю об аффирмациях, об убеждениях, о том, как это работает, возьмите, посмотрите. Сейчас как бы речь об этом, но я не могу на это уделять много времени. Так вот, мы с вами живем в нашей реальности. Сейчас мне, наверное, надо чем-то стереть. Мы с вами живем в нашей реальности в некой... Тихо. Живем в ней. И мы представляем себе так. Вот я живу здесь, это моя точка А, это как-то со мной случилось. Вот дальше. Моя точка Б, куда я хочу попасть. И человек себе представляет, что он живет, 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 совершает, постоянно думает о своих сегодняшних проблемах, постоянно решает свои сегодняшние проблемы, обсуждает их, находится в них. Но потом, вдруг, в какой-то момент он должен проснуться в точке Б. Но вот бывает такое, что вы, например, решаете, я не знаю, сделать ремонт в квартире. Но вначале вам нужно все разобрать. Но вы принимаетесь разбирать все и каждый день удивляетесь, что ремонта в квартире до сих пор нет. Вы разбираете вещи, продолжаете разборками и утром просыпаетесь и думаете, ну сегодня ремонт появился. Я же мечтаю о том, чтобы был ремонт, ремонт не появился. Вы опять начинаете разбирать старые вещи и опять просыпаетесь утром и думаете. Помните, как в сказке про мост, да? А мост состоит на месте. Значит, так это не работает. Еще раз говорю о том, что есть потрясающие законы Вселенной, которые мы изучаем. И главная мысль, которую я сегодня хочу донести, это то, что то, над чем вы работаете в своей голове, то, какие мысли, слушайтесь, пожалуйста, внимательно, вы крутите в своей голове, то и проявляется в вашей реальности. А теперь посмотрите. Вы все время работаете в точке А. Вы живете своей сегодняшней жизнью и решаете свои сегодняшние проблемы, постоянно, жалуетесь, ноете, думаете, не знаю, вот тут находитесь. Вы сюда даже не заглядываете. Как вы хотите, а принцип такой, например, вот сегодня вы тут тесто сделали, завтра получили пирожок. Сегодня опять тесто сделали, завтра получили пирожок. Вы хотите получить фреш. Фреш. Но делать продолжаете тесто и опять получаете пирожок. Думаете, я хочу фреш. Опять берете тесто и наутро опять видите, что появился фреш, появился пирожок. Как появится фреш? Вы же хотите фреша, но занимаетесь сегодня тестом, потому что у вас в руках тесто. Вы ничего для фреша не делаете. Как сделать что-то для фреша? Все говорят, но я не могу бросить свою сегодняшнюю жизнь. Как я ее брошу? Возможно, вы не можете бросить ее в реальности, но вы можете начать работать в своей голове, потому что именно мысль первична над реальностью. Изначально мы производим в своей голове план, мысль, которая должна стать, очень нравится употребление в трендсорфинге нашим целевым слайдом. Мы должны крутить в своей голове не то, с чем у нас проблема, а то, какой результат мы хотим получить. Думать не над тем, как плохо и сложно, а над тем, как мы хотим, чтобы было. И магия заключается в том, что когда вы перестаете фокусироваться на проблеме, на том, что вам не нравится, то магическим образом вы начинаете получать определенное стечение различных обстоятельств, когда проблема каким-то образом рассеивается, а решение приходит, и вы начинаете продвигаться вперед. Когда вы начнете думать еще раз над тем, чего вы хотите, вы начнете замечать те возможности, которых вы раньше не видели. Например, смотрите, я хочу, говорю, мне не нравятся мои личные отношения, я хочу найти парня. Я не говорю о том, что, блин, у меня такие големые отношения, у меня такие проблемы с моим парнем, вообще я считаю, что мужики козлы, и вообще нормальных отношений не построишь в моем возрасте, в моем статусе, в моем еще чем-то. Нет, я говорю, какой смысл мне это обсуждать, какой смысл мне вечно ныть. Я хочу построить классные отношения, какие отношения бы я хотела, такой мужчина мне нужен. Я начинаю думать об этом, о том, какого бы парня я себе хотела. Дальше. Я думаю, так, ну окей, я хочу себе отношения, мне же их надо будет где-то искать. И тут моя подруга говорит, слушай, я тебя приглашаю на вечеринку. Раньше бы я подумала, ну зачем мне идти на эту вечеринку и тратить время. А сейчас я думаю, стоп, я же хочу отношения, у меня же это цель. А что, если я на вечеринке с кем-то познакомлюсь? Дальше. Я смотрю на себя в зеркало и думаю, так, ну конечно, даже если я с кем-то познакомлюсь, то вряд ли я ему понравлюсь. Пойду-ка я в зал, начну заниматься. Я хочу лучше выглядеть. Потом я смотрю на свой гардероб и думаю, блин, ну в таких платьях я могу познакомиться только с каким-то гопником, извините. Надо нормально начать одеваться. Потом я покупаю себе новый гардероб. Потом я опять думаю, я хочу отношений, но блин, надо как-то мне ярче краситься, я совсем перестала. Я покупаю красную помадку. Помадку. Думаю, так. Это была ошибочная тактика. Ну ладно, намажем губы как можем, это невозможно. Сейчас я буду с некрасивым губами. Есть и пирс. Ладно. Будем считать, что это красивые губы. Я буду близко не подходить. Я такая думаю, я уже поярче стала. Уже, уже пацанчик нормальненько, уже хорошо. То есть, когда у меня формируется новая мысль, у меня начинает формироваться и другое поведение. Я начинаю замечать. И тут, когда парень ко мне подходит и говорит, девушка, можно с вами познакомиться? Я не говорю ему, извините, я на улице не знакомлюсь. Извините, там, у меня есть, не знаю, бабушка. Ой, извините, я не думаю, боже, он смотрит на меня, но я же страшно выгляжу. Ну, нет, 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 я знаю, что я же себе заказывала отношения, поэтому я этим отношениям открыта. Или второй вариант, ребят, сейчас одну секунду. Где-то у нас собака воет. Где ты воешь? Собака, перестань, пожалуйста, выть. Где-то сильно воет собака, не знаю, где она закрылась. Или вторая история, например, я понимаю, что я хочу найти себе новую работу, да? То есть я думаю не о том, блин, мне так мало платят, у меня не хватает денег, сейчас в стране война, невозможно вообще сейчас много заработать, сейчас максимальная зарплата 5000 гривен. Нет, я думаю, я хочу найти работу, какую работу я хочу? Я хочу найти работу, где я буду зарабатывать пятерку долларов в месяц. Мне нужна такая работа. Я не думаю, типа, блин, я там 5000 долларов никогда не заработаю, это невозможно. Нет, я думаю, блин, я хочу пять. Мне все вокруг говорят, нет, я говорю, ребят, ну у вас нету меня, да, мне столько надо, все, до свидания. И я этот слайд запускаю, я каждый день себе говорю, я зарабатываю 5000 долларов. Мне говорят, пойдешь к нам кассирам? Я говорю, не, ребят, сори, кассирам не пойду, на пятерку это не тянет. Я начинаю думать, так, я могу разослать резюме, я могу сделать то-то, я вспоминаю про своих друзей, которые говорили про какой-то бизнес, как я могу туда войти? Я начинаю думать, исходя из своих запросов, я начинаю думать, так, мне, наверное, нужен свой бизнес. Интересно, у кого-то хоть это получилось? Посмотрю на ютюбе, посмотрю какие-то бизнес-каналы, посмотрю историю у тех, у кого что-то получилось. Вау, я вдохновился, я молодец сегодня. Что я дальше думаю буду делать? Мне, блин, я не знаю, чем заработать. А кто зарабатывает 5? Так, 5 зарабатывают таргетологи, маркетологи. Супер, я пойду на курсы маркетологов. Сейчас я начну. Так, веб-дизайн. Отлично, мне веб-дизайн интересен. Или там продажник. Окей, я пойду поищу какие-то навыки. То есть, я начинаю развиваться. Я не сижу и не ною. Нет, нельзя, невозможно, мало. Я думаю, исходя из этого. Я думаю, я начинаю искать, кто столько зарабатывает, как это делать. Пообщаюсь с человеком, встречу с кем-то, схожу на какое-то мероприятие. Посмотрю YouTube, а не посмотрю, не знаю, очередную херню там про то, как все плохо и плохо и плохо. Я начинаю развиваться. У меня теперь не прикольчики, а у меня теперь какой-то бизнес-контент. То есть, я начинаю работать в этом направлении и в голове все время держу. Что происходит? У вас меняется энергетическая вибрация. И вы начинаете какие-то ситуации притягивать в свою жизнь. Вам могут неожиданно позвонить. Вам могут ответить, вам могут предложить какую-то работу. Может всплыть какая-то темка. Да, вы, может быть, не сразу заработаете 5, но вы начнете расти. Вы начнете расти и развиваться. Вместо того, чтобы находиться в этой точке А. Еще раз, для того, чтобы попасть в точку Б, нам необходимо создать себе слайд и постоянно об этом думать, проговаривать, визуализировать и работать в этом направлении, а не страдать от того, что у вас есть сейчас и как это плохо. Запомните самое главное. Разрешения на любые изменения в вашей жизни выдаются в вашей собственной голове. В вашей собственной голове выдаются разрешения. Вы себе говорите, я буду зарабатывать столько, я буду ездить на такой-то машине, у меня будут такие отношения, я буду так одеваться, я буду так развиваться. Не важно, что вам говорит реальность и ваши близкие, которые говорят, вернись на землю, да хоть закопайтесь в этой земле, скажите им раз и навсегда, оставьте меня в покое, я сама являюсь хозяйкой своей жизни, я сама хочу за нее отвечать. Хватит, хватит меня оберегать, хватит мне подсказывать, хватит за меня волноваться, поволнуйтесь за себя, разозлитесь разочек и решите, чего вы хотите, чего вам нужно, и начните работать со своей головой, потому что с головой вы можете работать всегда. А если вы в голове себе не выдали разрешение, если вы в голове уже проиграли, если вы в голове уже себе вынесли приговор, нет, нельзя, не получится, ни сейчас, ни будет, так не надо и начинать, не надо краситься красной помадой, если ты не готова целоваться этим ярким ртом, не надо, сиди дома, тихо, в своей точке А, ноль и наслаждайся, так тоже можно. Итак, погнали дальше. Почему мы не двигаемся, да, внимание, вопрос, почему же мы не двигаемся? Ответ элементарен, потому что нам страшно, давайте. Нам не страшно стереть эту доску, не страшно, сейчас мы ее сотрем, нам ракеты не страшны, нам это доска, нет, доска сразу же вспоминается, как мило называли женщин, доска, как можно женщину с маленькой охуенной грудью назвать доской, им надо быть, так, все, вернулись, лирика окончена. Итак, нам страшно, да, единственное, что нас останавливает, это банальный страх, ну там типа лень и ля-ля-ля, вы такие эфиры мои не смотрите. Итак, как мы себе представляем опять, у нас есть точка А, где я нахожусь сюда, у нас есть точка Б, куда я хочу, куда я хочу. Значит, есть такая категория людей, которые я точкой Б, это может быть все, что угодно, я хочу новую машину, я хочу новую квартиру, я хочу бизнес, я что-то там хочу. И человек стоит вот здесь и понимает, что ему надо как-то пробраться туда. Он думает, что здесь счастье, вот здесь счастье, но он понимает, что впереди очень много всего, чего он не знает, то есть он понимает, что ему придется с чем-то столкнуться, ему надо выйти из зоны комфорта, ему надо что-то по-другому делать, короче, все вокруг его не поддерживают, ему самому страшно, вдруг он, извините, превселюдно обострется, и у него ничего не получится, все будут смеяться. И вот мы представляем себе, что это океан, а вот тут у нас акулы, акулы. И человек смотрит на это и думает, нахер мне туда идти. Он так один шаг сделал, и типа, и вернулся обратно. Потом он начинает говорить так, да по сути, зачем это надо, это вообще сейчас не главное. То есть мы начинаем обесценивать свою цель, и начинаем цену набивать вот это. Вот сегодня я, например, вела консультацию, девушка рассказывала мне про своего мужа, который откровенно надо было бросить 30 лет назад, тогда, когда она с ним познакомилась. Вот. Но она, она это прекрасно понимает, она уже, его практически бросила, она уже съехала от него, но она при этом так боится строить новые отношения, что она начинает говорить, не, ну у него же есть и хорошие качества. То есть у нас есть такое качество, что когда нам надо сделать шаг вперед, мы начинаем так сильно бояться, что мы начинаем, значит, каким-то образом пытаться не так уж все у меня и плохо. Значит, что вы должны понять? Ну и обесценивать свою цель. Первое, что вы должны понять, фишка в жизни вообще не в целях. То есть она вообще не в целях, вообще не в точке B. фишка заключается в том, что самое вкусное и сладкое мы получаем именно в процессе, когда мы идем. Девочки, извините, я найду собаку, я просто не могу. Где ты? Собака, где тебя закрыли? Где ты орешь? Скажи, пожалуйста. Где орет собака? Собака, ты где? У меня даже нету идей. Где тебя заперли? Вот ты где. Собака была заперта случайно, поэтому мы вернулись. Громко кричала. Давай, Марго, выйди. Все, все, да, ребенок был заперт, вернулся. Итак, смотрите, фишка, друзья, заключается не в том, еще раз, чтобы получить цель, самое интересное, происходит именно в моменте, когда вы эти цели достигаете. потому что именно в этом моменте вы учитесь преодолевать себя. Все самое интересное, это не машина, которую вы получили, не квартира, не отношения. Это, когда вы получите ценный приз, вы очень быстро, эйфория пройдет. То есть для вас это станет уровнем нормы. Ну подумаешь, теперь у меня есть телефон, ноутбук, квартира, машина. Да, я молодец, но у меня уже это есть, или я поехал в какое-то крутое путешествие. Самое вкусное и важное происходит, когда вы учитесь преодолевать себя, когда вы чувствуете, когда вы идете по этим акулам, это акулы, а мы сверху по них идем, когда мы наступаем на свои страхи, когда мы ищем решения, когда мы продолжаем верить в тот момент, когда вообще не верится. Понимаете? Вот в этом самый кайф. Когда я ставлю себе цель, как мне там, не знаю, заработать на что-то, я думаю, что для меня очень важно вот это, то, на что я хочу заработать. Но когда я это получаю, я понимаю, что, ну хорошо, теперь у меня это есть. Но зато я вижу, какой я стала, как я придумывала решения, как я стала более открытой, как я научилась, неважно, лучше продавать, как я в себе приобрела новые навыки, как я научилась знакомиться с людьми, как я что-то в себе прокачала, как я поборола свои страхи, как я нашла интересные решения, не знаю, маркетинговые, какие угодно, как я стала лучше. Вы понимаете, в чём фишка? В этом, в том, что мы качественно меняемся во время достижения цели, что именно, когда я хочу другого, это говорит о том, что у меня есть толчок идти на развитие. Когда вы хотите другого, это значит, что вы готовы идти вверх. огромное количество людей ничего не хотят менять в своей жизни. Им и так хорошо, и это говорит только о том, что они не хотят развиваться, поэтому они всегда болеют, у них постоянные проблемы со здоровьем, то с ногой, то со спиной, то с носом, то с жопой, то ещё с чем-то. Им также часто на них отзываются их дети, которые чувствуют, что мама или папа так сильно чего-то не хотят, что они им помогают. И болезни ваших детей, стёрто-стёрто, часто возникают, именно потому, что вы, блядь, не хотите меняться, потому что вам так стрёмно, что вы на энергетическом уровне включаете своих детей, которые вам начинают помогать, создавая проблемы. И у вас появляется громкая отговорка, и вот вы сидите в своём этом колодце и пытаетесь сохранить, что у вас есть. Жизнь – это не про сохранение, это про развитие. Если вы не идёте вперёд, если вы не становитесь лучше, если вы не эволюционируете, вы начинаете сами ваши клетки начинают вас же, точнее, самих себя же, и уничтожать. Ну, а вы состоите из клеток, значит, вы сами уничтожаете себя. И ваши мысли являются пультом управления и запуском от всех этих процессов. Вот что с вами происходит. Поэтому вы должны понимать, что для того, чтобы вы развивались, вам необходимо себе постоянно показывать направление и знать, что страхи – это нормально, это не знак стопа, это знак того, что вам надо преодолевать. Страх – это как киндер-сюрприз. Вы же не боялись в детстве, видя перед собой коробку с киндер-сюрпризами, что, мать вашу, вдруг вы откроете, и там будет, я не знаю, не та собачка, или там не будет гномика. Вам было интересно, вы хотели посмотреть, соберете ли вы этот конструктор. Вспомните, как в детстве даешь новый конструктор, начинает ребенок собирать что-то там, лего-го, пазлы. Что же вы сейчас-то, мать вашу, такие ленивые? Сейчас вы не хотите развиваться, но тут-то самый классный конструктор. Вам здесь нужно решить, найти решение этого уровня, этого уровня, этого уровня, этого уровня, этого уровня, чтобы вы пришли к своей цели. Вот и все. А вы такие, нет, мне сцикотно, вдруг я умру. Вы умираете, тогда, когда вы ничего не делаете. Ваш мозг умирает, он деградирует, он решает проблемы, как ему купить хлеб, он решает проблемы, как ему заплатить за коммуналку. Что вы делаете? У вас вообще невероятная машина, а вы берете, вот представьте себе, что я не знаю, у вас айфон, а вы все, что ним делаете, это нажимаете на одну кнопку и звоните. У айфона миллиард возможностей, а вы им пользуетесь, как банальным кнопочным телефоном. такой вам примерчик. Вот и так же с нашим мозгом. Когда вы начинаете решать задачку, как заработать пять тысяч гривен, или как сохранить отношения, которые нахер никому уже давно не нужны, или как остаться, жить в квартире, вонючей, которая вам не нравится, но вдруг вас с нее спихнут, или как сделать так, чтобы вас не уволили с работы, которую вы ненавидите, вы что вообще делаете? Хочу я вас спросить. Вы что делаете со своим мозгом? Это кто с вами сделал? И вы боитесь разочаровать маму, свекруху, старуху? Алло, хей, сделайте что-нибудь. Война пришла для того, чтобы вас разбудить. Так, будитесь, факинь, щет. Итак, переходим в практическую плоскость. Что делать? Как делать? Как меняться? Я все понимаю, но у меня опять в голове макаронная фабрика, я не знаю, что с этим делать. Оля, Оля, что делать? Ну и голос жестикуляции. Виктория, вы знаете, да? Вы знаете, что я вам хочу сказать, Виктория? Идите, побеждайте, побеждайте, Вика. Голос жестикуляции, голос жестикуляции, да? Так, давайте, в практическую плоскость. Вика может выйти. Викин урок окончен, Вика, до свидания, дневник можете на стол не класть. Итак, у нас есть практическая плоскость, мы поговорили, что делать со всем этим. Классно, накачались мотивации, да, теперь надо что-то делать, что делать? У нас всегда есть три варианта действий, практической плоскости. Первое, вы можете самостоятельно, используя YouTube, Instagram, книги, бесплатные тренинги, бесплатные тренинги, начать учиться, как менять свою жизнь. Welcome, полно информации. Минус в одном, у вас должен быть очень высокий уровень самодисциплины, и вы должны понимать, что вы будете огромное количество информации перерабатывать, какую-то усваивать, какую-то нет, но это путь бесплатный. Он возможен, и многие его проходили. Следующий, второй путь, это когда вы идете на какие-то марафоны и тренинги с решением тех задач, которые есть. Ну вот, например, у меня есть марафон рерайтер жизни, какой, например, проблему решает он? Рерайтер жизни решает две ключевые проблемы. Первое, он помогает воссоздать сценарий новой вашей жизни, прописать, мы пишем книгу о жизни своей мечты, да, то есть что мы там с вами делаем? Мы с вами прописываем полностью дизайн-проект своей жизни, как мы хотим ее видеть, какие отношения, какие путешествия, какие друзья, какие деньги, какие возможности, мы описываем художественным образом и получаем книгу о жизни своей мечты. Второе, это его один плюсик, второе, мы параллельно с вами изучаем законы вселенной, мы изучаем с вами каким образом и как нам нужно поменять свое мышление, чтобы получить то, что мы с вами написали. В чем плюс? 30 дней каждый день вам говорят, что делать, вы берете и делаете. Или, например, марафон законы денег. Он решает вопрос разморозки вашего денежного мышления. Именно разморозки. Почему? Потому что на наше денежное мышление влияют те убеждения, которые у нас есть. То есть то, что мы думаем про деньги. Мы думаем о том, что мы не можем много заработать. У нас есть убеждение, что, например, я не могу заработать выше 1000 долларов, или сейчас в стране война, или если я не получил высшее образование, я не могу много заработать. Если у меня 18, я не могу много заработать. Если мне 30, я не могу много заработать. Короче, у нас есть ряд убеждений. Мы за 10 дней распаковываем убеждения по специальному, по моей личной методологии, и через 10 дней у нас появляется несколько иное мышление, когда мы понимаем, каким образом нам необходимо думать, а соответственно мысли нам дают разрешение на действия для того, чтобы к нам начали приходить деньги. Вот, например, конкретные решения. Есть много разных всяких у всех программ, не буду про других говорить, говорю про себя. В чем плюс марафонов? В том, что вы идете по технологии. Вы просто делаете то, что вам говорят, и это работает. Вам не нужно самостоятельно прочесывать информацию, нет, вы просто берете это и делаете. Это сокращает время, у вас есть наставник, вас еще подпихивают под ноги, у вас есть окружение, потому что есть люди, которые тоже это делают, да, вам это делать легче. Коллективный труд. Есть третий вариант, это когда вы себе наберете наставника, да, идете в индивидуальную работу и лично с человеком, конкретно под свои задачи и проблемы, например, там в течение месяца, вот я, например, работаю месяц, три месяца или полгода, больше не работаю, потому что это неэффективно, вот, ну, кто-то по-другому. Когда мы индивидуально с человеком работаем, такой лайф-коучинг, когда мы решаем конкретные проблемы через те инструменты, которые дает непосредственно тот человек, с которым вы это решаете. Три варианта. Можно использовать любой, можно по очереди, кому как удобно. Это конкретные варианты для того, чтобы перейти в другую реальность, не чтобы поговорить о другой реальности, чтобы развести демагогию о другой реальности, чтобы просто пофантазировать на тему и снова вернуться к своей жизни, а чтобы реально взять и из точки А перейти в точку Б. Это как со спортом. Вы можете ходить в тренажерный зал, вы можете читать о диетах, не знаю, знать, как правильно питаться, но пока вы не поставите себе цель, вешу 85, а хочу весить 50, и не выберите, буду я это делать самостоятельно, возьму ли я какой-то марафон, или я возьму индивидуального тренера, который будет со мной индивидуально тренироваться и следить за моим питанием, ничего не произойдет. Вы просто будете человеком, который очень много знает о питании или еще о чем-то. Я с огромным количеством людей общаюсь и вижу, что очень многие неплохо понимают, в общем-то, в той теме, которой я занимаюсь, но ни черта не делают. Понимать понимают, а продолжают жить так, как жили. Если вы не будете делать практические действия, если вы не заставите себя сделать один, два или три, ничегошеньки не произойдет. От разговоров ничего не будет. Ваша задача начать системную работу, прежде всего над своими мозгами, потому что, как я уже говорила, разрешение выдается в вашей голове. И это то, о чем вы должны знать и должны помнить. На этой замечательной ноте я не буду вас больше томить, я не буду делать этот эфир бесконечным, я просто хочу вам напомнить о том, что это ваша жизнь, вы проживаете ее прямо сейчас, и она будет ровным счетом, такой, какой вы себе решите. Если вы хотите прийти ко мне, у меня законы денег стартуют 20 ноября. Информация есть в шапке профиля, у меня есть ссылочка на сайт Ольга Ермилова, можно загуглить, и там есть все мои программы, которые стартуют. Так вот, 20 ноября стартуют законы денег, 1 декабря стартует последний в этом году поток рерайтера жизни. Индивидуальная работа, это все всегда пишите в директ, там с вами разбираемся. Так вот, сделайте, припримите для себя решение, осознайте, что нельзя поменять свою жизнь, если вы не примете этого решения, это самое важное, и не приступите к практической плоскости. Можно сколько угодно ныть и говорить о том, почему ваша жизнь вам не нравится, но от этого она никак не поменяется. Это то, что вы должны знать. Будет ли запись эфира? Да, запись эфира будет, я знаю, что происходит с электричеством, я благодарна сегодня Киеву, своему району за то, что дали возможность провести этот эфир. Я хочу попросить вас об одном, пожалуйста, помогите сделать так, чтобы эти эфиры, мои эфиры смотрели как можно большее количество людей, и я, в свою очередь, имела мотивацию также их записывать. Сейчас стараюсь делать раз в неделю. Я вас очень попрошу сделать сохранение эфира, поделиться в сторис, обязательно оставить мне комментарии, поставить лайк. Пусть это будет маленькая ваша плата, да, за эфир, который, как я думаю, уже сейчас приносит вам пользу, хотя бы потому, что подрывает и пробуждает вас. Вы начинаете понимать, что вы можете при любых обстоятельствах влиять на свою жизнь, и только от вас, а не от меня или от кого-то другого. Зависит то, каким образом вы будете жить дальше. Участвовать в марафонах могут все, кому это интересно, сразу отвечая на вопросы. Если у вас есть ко мне какие-то личные вопросы, пишите в Директ, не можете найти ссылку, пишите мне, но я думаю, что в шапке профиля Инстаграм вы легко ее найдете и с этим справитесь. Всех обнимаю, всем желаю классного вечера, спокойного вечера. Очень верю в то, что в скором времени мы будем и со светом, и с водой, и с, скажем так, с победой. Вот, даже не скажем так, а так и будет. Поэтому всем желаю классного вечера, и, друзья, до скорых встреч, жду вас на своих марафонах.